Здравствуйте, о новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро Новостей Дайвич и я, Артём Паникаровских. Смотрите в этом выпуске. Не 14 дней, а ровно месяц. В Кирове есть дома, где горячая вода исчезла в середине мая и до сих пор не появилась. Люди сами уже ищут себе выход. Но если нам предоставляют услуги, берут за них деньги, значит они должны предоставляться в полном объёме. Пациентам советуем обязательно умываться, принимать душ. И в рот, и в нос. Кировчане стали жаловаться на тополиный пух десятками в день. Минимум 12 пострадавших. Подробности аварии в Корчёмкино. У меня уже есть инфарк, ну пожалуйста. И права оставят, и машину не заберут. В России на этой неделе вступит в силу новый закон по эвакуации автомобилей. В 40 домах Кирова сегодня в течение рабочего дня не было горячей воды. Специалисты Кировской теплоснабжающей компании в разных точках города проверяли готовность сетей к зимнему сезону. Эти работы, то есть опрессовка труб, но менее масштабные, начались ещё в мае. На сегодняшний день проверку прошли 19 секций, впереди ещё 39. В прислужбе КТК предупредили, что горячая вода в квартирах кировчан будет периодически пропадать. У героя нашего следующего сюжета горячей воды в доме нет с начала гидравлических испытаний. То есть уже месяц это в два раза больше, чем допускают санитарные нормы и правила. Однако в отсутствии горячей воды не всегда виновата Кировская теплоснабжающая компания. Кого и как можно привлечь к ответственности, расскажет Елизавета Халикова. А горячей воды, пожалуйста, нету. Открывая кран уже месяц, Ефим Меликовский слышит лишь глухое журчание. Горячая вода по трубам в его доме на улице Цеховой не бежит с середины мая. Теперь, чтобы принять душ или элементарно вымыть посуду, мужчине приходится постоянно греть воду. Люди сами уже ищут себе выход. Но если нам предоставляют услуги, берут за них деньги, значит они должны предоставляться в полном объеме. В теплоснабжающей компании причастность к этой аварии отрицают. Говорят, свой участок теплотрассы в районе улиц Цеховой и Добролюбова они отремонтировали еще во время опрессовки. Теперь утечки уже на своей территории устраняют специалисты компании «Лепси-сеть». Именно поэтому в доме на Цеховой сейчас нет горячей воды. Кстати, обслуживанием теплотрасс в городе занимается не только Кировская теплоснабжающая компания, но и 20 других организаций. На их сетях также есть дефекты, которые не позволяют подать горячую воду потребителю. Наиболее крупной из таких организаций – это компания «Лепси-сеть». Вот как пример, это как раз Цеховая, о которой мы говорили. У них есть дефект еще с апреля на улице Ленина, который также там сроки переносится. По санитарным нормам горячая вода в домах не должна отсутствовать больше, чем две недели. Если это правило нарушается, люди имеют право обратиться в прокуратуру или в жилищную инспекцию. Виновных привлекут к ответственности. У нас идет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1 тысячи рублей. Должностные лица – это руководители хозяйствующих субъектов, которые допустили нарушение нормативного уровня. На юрлиц от 5 тысяч до 10 тысяч. За неисполнение предписания также мы материалы отправляем в суды. Суды объективно рассматривают и привлекают, если усматривают вину, также за неисполнение предписаний. Сейчас, говорят теплоснабженцы, перед ними стоит задача – скорее устранить дефекты, выявленные в северной части. Через неделю начнется опрессовка в южной половине Кирова. Елизавета Халикова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Не только на отсутствие горячей воды жалуются кировчане. С началом лета появилась традиционная для нашего города проблема – тополиный пух. Он доставляет неудобства не только аллергикам, но и здоровым людям. Каждый год с семенами тополя сражаются и коммунальщики, и врачи. И автомобилисты Екатерина Зубрева продолжит. По 20 пациентов в день. У врача-аллерголога Ирины Ермаковой горячая пора. Кировчане жалуются на тополиный пух. От него они чихают, кашляют, мучаются от слезоточения и раздражений на коже. Сам тополиный пух аллергии не вызывает, рассказывает Ирина. Но он переносит пыльцу растений-аллергенов. Пациентам советуем обязательно умываться, принимать душ, смывать, особенно в солнечную, ветреную погоду, когда приходят с улицы, снимать одежду уличную, переодеваться и принимать водные процедуры. То есть смывать пыльцу, которая оседает на все слизистые глаза, уши, нос, волосы. То есть это намного тоже облегчает состояние. Не только к врачам, но и в городскую администрацию обращаются те, кто страдает от тополиного пуха. Просят убрать досаждающие деревья. По данным чиновников, борьбу с тополями они ведут уже несколько лет. В частности, уничтожают аварийные деревья. Так, например, в этом году было убрано больше 50. А здоровые подрезают. Бороться с пухом в городе помогает и влажная уборка. Для помывки улиц в Кирове используют 30 специальных машин. Однако жалобы все равно поступают. Их чиновники рассматривают в индивидуальном порядке. Как пример, сквер Карла Маркса просоюзный. Там проблемы были, и люди страдали, и транспорт, который там был расположен, парковался на прилегающей территории. То есть мы эти все пленые тополя там убрали. Убранные тополя облегчают жизнь и автомобилистам. Ведь часто пух с этих деревьев попадает в кондиционер и забивает фильтр. Поэтому его периодически нужно прочищать. Еще одна опасность. При поджоге тополиный пух мгновенно вспыхивает. Единственный способ бороться с этим – поливать его из шлангов и сгребать в кучи. И ни в коем случае не сжигать. Иначе это может привести к серьезному пожару. Екатерина Зубарева, Николай Шахарбеев. Бюро новостей Дайвича. Деньги на текущий ремонт есть на счете каждого жилого дома. И распоряжаться ими должна не управляющая компания, а сами жильцы. Именно так поступили жители Вятских полян. Там около дома номер 31 по улице Мира появилась брусчатка. Вот так с помощью резинового молотка Дмитрий Востриков впервые укладывает брусчатку. И он не строитель-стажер. Просто Дмитрий вместе с соседями по дому номер 31а на улице Мира в Вятских полянах решили сэкономить на рабочих и собственными силами благоустроить придомовую территорию. Для чего мне это надо? В первую очередь для того, чтобы действительно мне было удобно ходить. Не только мне, и детям, и матерям с колясками. Кстати, на саму брусчатку жители Вятских полян не потратили ни копейки. Просто на общедомовом собрании приняли решение о том, что хотят ее положить. Обратились в управляющую компанию, и там материал закупили за счет средств на текущий ремонт. Правда, на расходные материалы денег не хватило. Поэтому на песок и цемент семь собственников дома скинулись сами по 6 тысяч рублей. Двоих собственников мы освободили от финансовых, так сказать, вложений. Ввиду того, что это престарелые люди, в материальном плане они очень обеспечены. Почти 60 квадратных метров уложили брусчаткой местные жители. И, несмотря на отсутствие опыта в этом деле, в своей работе, говорят, уверены. Светлана Калышницына, Елена Росомахина и Роман Кутузов. Бюро новостей Давича. Сегодня в выпускнике школ сдавали устную часть государственного экзамена по английскому языку. Этот раздел в ЕГЭ по иностранным языкам появился впервые после шестилетнего перерыва. Завтра экзамен продолжится. Раздел «Уговорение» будут сдавать 11-классники из районов области и те кировчане, кто не сдавал его сегодня. Технически этот ЕГЭ один из самых сложных, рассказывает в Центре оценки качества образования. Аттестация проходит в компьютерном классе. Школьники надиктовывают компьютеру свой ответ на задание. Чтобы экзамен прошел честно, используется сложная система шифрования заданий. Но техника иногда дает сбои. Я бы не сказал, что легко прошел для Кировской области. Были технические проблемы. Ну и, в общем-то, сегодня там был один случай. Рабочее место просто не стало работать. С участником его поменяли. Но в данном случае, надеемся, общего количества точек сдачи именно рабочих мест достаточно. И надеемся, что все, кто сегодня заявились, успешно смогут сдать, ну, может, с небольшой задержкой. Результаты ЕГЭ по иностранному языку будут известны через 10 дней. А вот по некоторым другим предметам уже все известно. 100 баллов по русскому языку получил 41 одиннадцатиклассник. По литературе, географии и математике высшую оценку никто не получил. Более того, математику профильного уровня провалили больше четырех сотен выпускников. У них будет возможность пересдачи. Для этого предусмотрены резервные дни. Кировчане смогут помочь больным детям. Следующую субботу, 20 июня, на площади Конева стартует благотворительная акция. Активисты организуют сбор необходимых вещей для детей, которые проходят длительное лечение в Кировском областном противотуберкулезном диспансере. В прислужбе Департамента здравоохранения рассказали, что на площади Конева с 10 утра будет стоять машина с плакатом «Помоги детям». Все желающие могут принести одежду и другие вещи, купленные специально для акции. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В ближайшее время в Кирове отреставрируют тротуары. Дирекция дорожного хозяйства объявила несколько аукционов на выполнение работ по ремонту уличнодорожной сети. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, на обустройство тротуаров по улицам Пугачева, Свободы, Корчагина, Казанской и Производственной в микрорайоне Радужный потратят около 8 миллионов рублей. Еще около 800 тысяч пойдут на ремонт дороги в деревне Вахрино в Нововязском районе. А полтора миллиона израсходуют на ямочный ремонт в Кирове. В Ганино построят новый детский сад. Детское учреждение на 240 мест появится на улице Молчановской. Администрация города уже ищет подрядчика. Известно, что здание будет двухэтажным. Там будет небольшой бассейн, физкультурные, игровые площадки. Начальная цена контракта более 150 миллионов рублей. Согласно документации, детский сад необходимо построить не позднее 25 декабря этого года. Подрядчик станет известен в начале июля. В августе в Кирове вновь начнутся поиски Хыновского Кремля. На это время назначены раскопки, сообщают в Департаменте культуры Кировской области. Планируется, что археологические раскопки будут проведены на пересечении улицы Московской и Динамовского проезда. Именно там в 2013 году рабочие, прокладывающие газопровод, случайно обнаружили неизвестную улицу Хыновского Кремля. Тогда там были найдены фрагменты оружия. Ранее экс-глава Департамента культуры Павел Сырцев сообщал, что на раскопки региону из федерального бюджета выделят 600 тысяч рублей. Сейчас мы ненадолго прервемся, и вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. И права оставят, и машину не заберут. В России на этой неделе вступит в силу новый закон по эвакуации автомобилей. Минимум 12 пострадавших подробностей аварии в Корчомкино. На берег Волги за победой в Самарской области начался форум «Иволга». Дорогу на Вересники закрыли, почти сразу открыли. Напомню, вчера и сегодня в течение дня автомобилисты не могли проехать по улице Пристонской из-за бетонных блоков. Оказалось, привезли их коммунальщики для того, чтобы отремонтировать дорогу в том месте, где ранее прокладывали канализацию. Однако в ГИБДД решили, что ремонт может спровоцировать пробки на улице Ленина, и предложили перенести работу на выходные. Поэтому укладку асфальта будут проводить 20 и 21 июня. В эти дни движение транспорта по Вересникам будет остановлено. 19 июня в России вступает в силу новое правило, заметно упрощающая жизнь автовладельцев. Глава государства Владимир Путин подписал ряд поправок, которые ограничивают сферу действия автоэвакуаторов. Например, в некоторых случаях даже за серьезные нарушения водителям может грозить только штраф. Подробнее о нововведениях расскажет Елизавета Халикова. Конфликты, в эпицентре которых автоэвакуаторы, не только в Кирове, но и по всей стране возникают регулярно. Автомобилисты считают, виной всему размытое правило, когда машину увозить на штрафстоянку, а когда можно вернуть ее хозяину. На днях Владимир Путин подписал поправки в закон. С 19 июня автовладелец-нарушитель имеет право забрать свою, даже погруженную машину, если эвакуатор еще не тронулся с места. Я что, неправильно прикрековала? Вот там знак видите? Видите, вот там знак? Я не заметила знак. Понимаю, но я не могу это прокомментировать. Я понятный штраф. Но водитель погрузчика Александр Юферев считает, поправки в законе в его работе ничего не изменят. Он и его коллеги и без того всегда идут навстречу нарушителям. Мы и так спускаем сейчас. Если хозяин пришел, обязательно отдаем. Нету такого, что раз и забрали. Обязательно отдаем, если хозяева пришли. Им просто штраф накладывают административно и все. У меня уже есть симпатия. Ну, пожалуйста. Но, как показывает практика, таких, как Александр, понимающих работников службы автоэвакуаторов в стране немного. Именно поэтому были четко разграничены права водителей-погрузчиков и автовладельцев. Коснулись изменения и рассеянных водителей. С 19 июня автолюбители, которые сели за руль и не взяли с собой водительское удостоверение, больше не будут пересаживаться на общественный транспорт. Получив штраф 500 рублей, они смогут продолжить путь. А пока забывчивым автовладельцам не избежать встречи с эвакуатором. Также только штраф через два месяца будет грозить владельцам авто за остановку или стоянку под запрещающими знаками. Но если с ними не будет установлена специальная табличка «Работает эвакуатор», в этом случае нарушителю придется на время пересесть на автобус. Изменения вступят в силу 10 августа. К этому сроку необходимо изготовить десятки дорожных знаков «Работает эвакуатор». Их установят вместе со знаками «Остановка и стоянка запрещена». Правда, в этом году областной и городской бюджеты дефицитные. Поэтому на какие средства и к какому сроку установят дорожные знаки, пока неизвестно. Но уже сейчас сотрудники ГИБДД опасаются. Поправки в закон могут усугубить проблему неправильных парковок. Данный закон на стороне именно водителей. Возможно, ухудшит ситуацию. И под знаками «Стоянка и остановка запрещена» будет больше автомобилей. Но ведь остаются нарушения правил остановки стоянки на пешеходном переходе и ближе, чем за 5 метров до него. То же самое правило – остановка стоянка перед перекрестком ближе 5 метров, стоянка на тротуарах. Эти правила, они не меняются, они все равно эвакуация будет. Инспекторы дорожной полиции советуют автовладельцам изучить список грядущих нововведений. Это поможет уменьшить число конфликтов на дорогах. Очередное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло сегодня в Кирове. Пострадали 10 человек. Авария произошла в 9-м часу утра в районе Корченкино. По предварительным данным, водитель 12-й модели выехал на встречную классу и совершил лобовое столкновение с пазиком 54-го маршрута. Автобус ехал в сторону центра. В результате 25-летняя пассажирка Пазика и девушка, которая ехала на пассажирском кресле легкового автомобиля с тяжелыми травмами, были доставлены в больницу. Также помощь медиков понадобилась 33-летней пассажирке автобуса и 39-летнему водителю Лады. Но госпитализировать их не пришлось. Спустя время еще 6 пассажиров автобуса обратились к врачам за помощью. Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Инспекторы дорожного движения отмечают, что в последнее время аварии с участием пассажирских автобусов на дорогах области стали происходить чаще. С наступлением лета госавтоинспекция фиксирует увеличение количества ДТП, связанных с выездом в полосу встречного движения. Если обратиться к статистике, то за 5 месяцев текущего года в подобных авариях уже погибли 18 человек. При этом произошло только 30 дорожно-транспортных происшествий. И 67 человек получили травму различной степени тяжести. 200 литров алкоголя изъяли накануне сотрудники полиции из торговых точек Кирова. Во всех торговали горячительными напитками незаконно. В трех магазинах на улицах Советской, Лепси и Свободы продавали спиртную по ночам. На улицах Упитой и Мира можно было приобрести алкоголь в киосках, что по закону тоже запрещено. Продавцов и собственников оштрафуют. Некоторых, кстати, уже не в первый раз. К примеру, сотрудников магазина на Лепси наказывают рублем за нарушение закона уже в четвертый раз с начала года. Сотрудники полиции разыскивают похитителей крупной суммы денег. На кадрах предполагаемые мошенники. Преступление было совершено 27 мая в период с 10 часов вечера до 2 часов ночи. Во дворе дома 43 на улице Красноармейской областного центра. После совместного распития спиртного с этими людьми их знакомый заснул. Воспользовавшись его беспомощным состоянием, собутыльники обыскали мужчину и забрали у него кошелек с деньгами. В нем было 20 тысяч рублей. Всем, кто располагает какой-либо информацией, следует обратиться в полицию. На переулке строительном сегодня ночью вспыхнул дом. Пожар произошел в частном секторе. На ликвидацию огня было направлено 7 пожарных расчетов. Из-за сильного задымления применялись дыхательные аппараты. В результате пожара сгорели пристрой, крыша, обгорели стены дома и имущество. Есть пострадавший. Это сын хозяина дома. По оперативным данным, молодой человек забежал в горящий дом, пытаясь спасти документы и ценные вещи. В результате он получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Сегодня в Самарской области уже в третий раз стартовал молодежный форум «Иволга». Накануне вечером туда отправилась и делегация из нашей области. Всего 86 человек – студенты, асперанты и учащиеся средних специальных учебных заведений. В этом году в форуме примет участие больше 2000 молодых людей из всех регионов Криволжского федерального округа. Прибудут на фестивальную поляну в Самарскую область также гости из Аргентины, Германии и Швейцарии. Вплоть до 27 июня участники форума будут посещать семинары и мастер-классы, а также представлять жюри свои творческие, научные и даже спортивные проекты. Победители получат гранты до 400 тысяч рублей. Кроме того, 18 человек смогут побывать на космодроме Байконур. Там они запустят пилотируемый корабль. Во всех направлениях есть очень хорошие проекты и бизнес-проекты в смене «Ты предприниматель». Я думаю, что цель у нас грантов в пять привести. Я надеюсь, что все получится. Тем более, в этом году мы очень рады, что у нас приедет туда и выставка «Мультимедийная жизнь». И я считаю, что Киевская область должна произвездить на Ивологе 2015. В Котельниче снимут серию художественных фильмов. Сюжет пока держится в секрете. Съемки начнутся в июле. Руководить ими будет столичный драматург Елена Шаблина. Она уже выбрала несколько мест для съемок. Основные сцены будут сниматься на берегах реки Маломы. Женщина также отметила, что фильм будет некоммерческий. Его съемки проводятся на личные средства драматурга. В будущем Елена Шаблина планирует отправить картину на несколько кинофестивалей. Для притворения в жизнь задумки режиссеру необходимы актеры. Мальчики-подростки, которые владеют ушу или каратэ. Кастинг пройдет 19 июня в Малом зале школы искусств города Котельниче. Такой была эта среда глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро Новостей Давидовича появится на сайте девятка.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в нашу редакцию по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работал Артем Панекаровских. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!